Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. В детстве мой самый нелюбимый шоколад Бабаевский сейчас превратился в просто мою любовь. Вот честно, никогда бы не могла подумать, что когда-либо полюблю его. Я вам уже на мукбанке рассказывала, что я сделала кератин. Сделала эту процедуру впервые и осталась, честно говоря, в восторге. Там же в салоне прикупила новые средства для ухода. Продукция бренда Homo Tokyo. У меня шампунь, маска, ну и, собственно говоря, масса для кончиков. Длинные волосы, это, конечно, очень красиво, но когда они ломкие, сухие и неухоженные, это, конечно, выглядит отвратительно. Поэтому я решила, что буду ухаживать за волосами и даже купила специальные таблетки для роста волос. Ну, типа витаминчиков. И после начала их приема, я не знаю, как насчет волос. Волосы я особо сильно разницу не почувствовала, но я почувствовала на состоянии кожи. То есть кожа стала однотонной, и я вот прям в восторге от этих таблеток. В комментариях девчонки мне писали, что кератин это вредно. И, возможно, вы правы, действительно это так. Но учитывая тот момент, что я каждый день либо выпрямляла волосы, либо делала их керлером гудрявыми. То есть раньше волосы у меня каждый день были под термическим воздействием. Теперь просто-напросто такой необходимости нет. И я так понимаю, в таком состоянии у меня волосы будут еще полгода. Поэтому, опять же, каждый человек решает сам за себя, но я считаю, что это просто идеальная процедура. Волосы после кератина рекомендуется сушить феном, но я так не делаю. Я просто оставляю их, они сохнут сами по себе. Я немножко безалаберно отношусь вообще к этим всем правилам, что нужно делать и как. Я делаю просто как мне удобно. Этот влог я снимала где-то 4 дня тому назад и решила перевести и сюда тоже его выложить. Мой самый любимый тон от NYX, который единственный на свете подходил под мой светлый тон кожи, он, к сожалению, закончился. И отправляется в мою волшебную коробочку с пустыми баночками. Каждый год перед Новым годом я снимаю для вас рубрику «Пустые баночки» за целый год, но в этом году средств очень мало, поэтому не знаю, насколько интересное видео у нас с вами получится. А вы обязательно пишите в комментариях, стоит ли вообще снимать это видео. Сегодня я была расстроена, потому что видео, которое было абсолютно готово к публикации, у меня удалилось, точнее файл был поврежден. Вот что значит снимать контент на телефон. Телефон всегда может подвести, в отличие от камеры, кстати. В такие моменты я очень падаю духом и мне просто не хочется делать ничего. И вот я лежала в расстроенных чувствах и позвонил к курьеру и сказал, что ваша посылка-тему уже на месте, вы можете ее забрать. Я сходила и ее забрала. Маме как раз срочно нужен был USB, который я заказала, поэтому я сделала небольшую дырочку и отдала маме ее USB, а дальше мы с вами вместе будем открывать и смотреть, что же там внутри. Как бы это тупо не звучало, в основном этот заказ я сделала из одной микросумки, которую постоянно кидала в корзину, а потом удаляла из корзины. Хотя нет, я вспомнила, в одном из влогов я вам показывала, что эту сумочку я хочу купить. И вот наконец-то я ее заказала, стоила она недорого, около 12 долларов. Да-да-да-дам, смотрим. Вообще частенько бывает такое, что при распаковке, например, товар мне не нравится, а потом со временем пользования я влюбляюсь. В данном случае было что-то наподобие. Как только я распаковала, мне сумочка не понравилась. Размер самое то, материал топ, все нравится. Единственное, ручки, которые сделаны как будто из бумаги. К сожалению, отзывов на эту сумку не было, поэтому мне пришлось рискнуть. Я хотела сразу заказать две в двух расцветках, не знаю зачем, хорошо, что заказала только одну. В принципе, так-то за свою цену неплохо, но я почему-то ожидала лучше. Хотя на самом деле, на что я надеялась, когда сумка всего стоит 12-13 долларов. Цвет, кстати, также отличается от картинки, причем значительно. Но это на самом деле не беда, фурнитура была сделана очень качественно, хорошо. Единственная моя претензия это ручки. Размер прям вот то, что я хотела. Идеально. Я уже, знаете, начала собирать коллекцию миниатюрных сумочек. И раскрой вам небольшой секрет, я заказала еще две. И они, кстати, сейчас в дороге. Как только придет, обязательно вам покажу. Также, кстати, обязательно скачивайте приложение по моей реферальной ссылке, которую я оставляю в описании под видео и закрепляю в комментариях. Скачав приложение по этой ссылке, вы получаете пакет купонов. В разных странах он разный, но где-то плюс-минус 100 долларов вы получите. Также обязательно используйте мой промокод, который вы сейчас видите на своем экране. Он дает 30% скидку. С каждым днем моя коллекция все увеличивается и увеличивается, микросумочек. Но больше всего мое сердечко просто запало. Эта сумка, она настолько классная. Как жаль, что она закончилась. То есть сейчас ее нет в наличии. Я бы заказала другую расцветку этой же сумки. Она одно время была на супер скидке. Я хотела купить, все откладывала. А сейчас ее просто нет в наличии. Покрытие на своих ноготочках я делаю самостоятельно в домашних условиях. Я очень люблю пробовать различные новые атрибуты нейл-арта. Для меня в новинку была втирка, хотя она была популярна где-то лет 5 назад. Но я, естественно, как истинный тормоз, когда она была в моде, я ее не делала. Потому что, если честно, раньше мне казалось это как-то не особо красиво. Но теперь я решила попробовать и заказать. И сегодня, кстати, в этом видео я покажу вам, как получится у меня новый гей-лак вместе с этой втиркой. Стоила она всего доллар. И здесь 6 разных оттенков. Супер! Я уже вам говорила, что на тему есть официальные магазины некоторых брендов. Такие как Нивея, Миннесо, Дисней. Но в этих официальных магазинах не всегда цены намного дешевле, чем нежели у нас в магазинах. Например, Нивея стоит дороже, чем у нас, например, в супермаркетах. Что касается Миннесо, там просто выбор очень скудный. А на Мислин бывают очень большие скидки. И это намного дешевле, чем у нас в магазинах. Если приобретать без скидок, то получается так же, как и у нас здесь в магазинах. И смысла заказывать никакого нет. Но я подписан на этот магазин. Время от времени захожу и выбираю те продукты, которые на скидках. Например, вот эту помаду я купила за 4, по-моему, доллара. Хотя полная цена где-то долларов 10. Она невероятно круто блестит. Это как будто блеск для губ с блестками, только в формате стика. Плюс еще здесь текстура бальзама. В общем, как раз то, что я искала. И по-любому я думаю заказать еще другие оттенки этой же помады. А еще вы знаете, как я люблю использовать такие бальзам-помады. Беру темный карандаш и делаю классный контур. Немножечко его растушевываю и заполняю подобные помады. Губы кажутся больше. Очень, знаете, такие наливные и красивые. В общем, эффект получается просто топ. Плюс еще такой момент, почему я так часто покупаю бальзамы для губ. У меня губы безумно часто сохнут. И использовать матовые помады для меня это просто трэш. Я не могу их носить, потому что губы сильно сохнут. Хотя эффект от матовой помады мне очень нравится. А сейчас давайте попробуем нашу новинку на губах и заценим. Карандаш я использовала от Миста Ис. И, кстати, я выбрала оттенок не совсем подходящий. Надо было брать чуть потемнее. Хотя у меня такой оттенок есть, просто здесь я не додумалась. А еще с тем я заказывала набор карандашей для губ. И, на мой взгляд, это одна из лучших покупок. По-моему, я даже в видео вам показывала этот набор. Стоит что-то в районе 5 долларов. Но текстура карандашей просто вау. Ну и вот такой вот результат у нас получился. Помада-бальзам. Заказала себе вот такой органайзер для пудры. В последнее время я просто подсела на рассыпчатую пудру от Revolution. Там 32 грамма, объем большой и пользоваться неудобно. Получается, кстати, очень экономно. Я в Strand YOL заказала. Ссылочку вам оставлю, если не забуду. Поэтому решила заказать себе вот такую вот посуду, так скажем. Или правильно, органайзер. Наверное, было проще купить какую-то другую пудру другого бренда уже в этой упаковке. Закончить ее, а потом пересыпать Revolution туда. Кстати, сейчас я так и сделала. Я заказала огромную рассыпчатую пудру от Nod. И еще 9 разнообразных продуктов. Если вам интересно, обязательно как-нибудь во влоге вам покажу. Ну, в общем, я просто в восторге от этой пудры. И поняла, что после рассыпчатой уже обычной пудрой пользоваться вообще неохота. А этот органайзер стоил всего 3 доллара. Я подумала, почему нет. Даже удобно с собой куда-то таскать. Короче, все удобно. Мне все нравится. Единственное, пуховкой не особо нравится пользоваться. Мне больше нравится кистью. Наносить продукт. Или, например, я беру с собой косметику, еду в деревню. В таких случаях тоже удобно перевозить именно в такой небольшой упаковке. Очень довольна покупка. Мы с вами двигаемся дальше. Так как одежды у меня с каждым днем все больше и больше, вешалок, естественно, не хватает. Когда я куда-то спешу, обычно я начинаю одеваться уже прям перед выходом. Вот тогда мне уже становится неохота что-то гладить. Поэтому я стараюсь весь свой гардероб перегладить и повесить аккуратно на вешалки. Вешалки на тему стоят гораздо дешевле, чем у нас в магазинах. Поэтому я каждый раз именно там их покупаю. В прошлый раз брала самые дешевые, обычные. В этот раз решила взять эти белые. Они хорошего качества на самом деле. Мне безумно понравились. По-моему, каждая стоила доллар. Но это в том случае, если вы берете большой сет. Если сет маленький, то стоит дороже. Были разных цветов. Но вы знаете, что меня больше всего смущает на таких маркетплейсах. Точнее не на всех, а именно на тему практикую сетам. В зависимости от цвета меняется цена. Или, например, на определенный цвет есть скидка. А на этот, например, нет. Ладно, еще размер скидки варьируется. Но когда просто изначальная цена разная у одинаковых товаров просто разного цвета, мне кажется, это выглядит очень странно. И меня всегда это немножко подбешивает. Обращали ли вы внимание на такую особенность, обязательно пишите в комментариях. Как я обычно делаю шоппинг. Я просто лежу, смотрю какую-то передачу и параллельно просто ковыряюсь в телефоне. И вот чисто случайно увидела воронку и вспомнила, что у Твиксы нет воронки. И даже когда он болел, я ходила к брату и брала их воронку для их кота. И хотела купить, и каждый раз откладывала, и потом совсем забыла. Но увидев на маркетплейсе, я поняла, что оно мне надо. Там есть абсолютно разные размеры. Начиная от маленьких котят, для котят размеры, заканчивая собаками. Что сделала я? Измерила сантиметром шею Твиксика и взяла подходящий под размер его шеи. Взяла, кстати, немножко с запасом, а оказалось, что ему впритык. Стоил 3 доллара или что-то в районе этого. Я могу немножко ошибаться. Это просто самая нелюбимая вещь Твиксика, когда он ее видит. Все, у него мандраж. Год тому назад у него, например, на лапке вылезла какая-то рана. Мы пошли к ветеринару. Ветеринар прописал лекарство, которое каждый день нужно было мазать на лапку. И проблема заключалась в том, что он просто брал и облизывал это лекарство. И чтобы он чисто физически не мог это сделать, мы надеваем воронку. Все элементарно объясняю. Посмотрите просто на его лицо, мамина ромашка. Вроде бы совсем недавно я его нашла. Вроде бы недавно была пандемия. А прошло уже 4 года. Уже 5-й год он живет с нами. Представляете, как быстро летит время. Единственное, после деревни он так и хочет убежать от нас. Но я очень стараюсь и не даю ему такую возможность. Следующий товар попросила заказать у меня мамочка. Она, в отличие от меня, не любит много чего заказывать на маркетплейсах. И она совершенно не понимает меня, зачем мне столько хлама. Мама у меня минималист. И реально я не понимаю, как она так живет. Все детство мне было очень интересно, почему у мамы только две помады. И я, с одной стороны, понимаю людей, которые мне в комментариях пишут, айка, сколько можно покупать хлама. На примере своей мамочки я вижу, какими разными могут быть люди. В принципе, так-то меня воспитала мама. Почему я выросла такой, непонятно. Поэтому я на вас абсолютно не обижаюсь. Я прекрасно понимаю, что мы просто с вами разные. А это вообще мое разочарование. В общем, девочки, я каждый раз себе заказываю штатив для телефона. И каждый раз он у меня ломается. Поэтому я решила себе заказать более прочную конструкцию. И вследствие своей невнимательности, оказывается, у этого штатива нету верхней части, то есть держателя телефона. Влоги все свои снимаю на телефон. Часто снимаю какие-то уборки и все дела. Поэтому штатив мне очень нужен. Но что делать теперь с этим, я не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Конструкция на самом деле прочная. Штатив очень хорошего качества. Но что делать с верхней частью? Понятное дело, к продавцу претензии ноль. Потому что в описании было указано все, что вы видите сейчас. То есть то же самое. Короче, вот такие вот дела я заплатила, по-моему, за этот штатив. Точнее, за пол штатива заплатила где-то около 10 долларов. А на этом все. Это был весь мой заказ. У меня рядом с туалетным столиком внутри шкафа есть полка с товарами на запас. То есть я как тот еще хомячок. Если продукт мне нравится, я его покупаю и оставляю себе на запас. А потом на протяжении жизни я этим всем делом пользуюсь. И сегодня я хочу сделать там порядок и заодно вам показать все, что у меня есть в запасе. Где-то что-то выгодно вижу. Обязательно покупаю, оставляю, а потом пользуюсь. Так что не переживайте, все под контролем. Я в последнее время пользовалась только одним шампунем. Это Клэр. У нас в магазинах, в супермаркетах он стоит ровно в два раза дороже, нежели брать его на Тренд Йолл. Плюс еще на Тренд Йолл я покупаю официального магазина. Так что это стопроцентный оригинал. Где-то полгода тому назад я покупала сет из Past Calgate 12 штук. Две штуки я уже успела закончить. Осталось 10. И вот я с удовольствием ими пользуюсь. Они небольшого объема. Здесь 50 мили. Было выгодно. Купила, оставила. Просто на запас тоже покупала с Тренд Йолл. Кстати, все товары, которые я сегодня показываю вам в видео, обязательно оставлю ссылочку на Тренд Йолл. Кто живет в Азербайджане и хочет заказать, пожалуйста, переходите, заказывайте тоже. Три продукта у меня от Farmstay. Это маска для лица, тоник и крем для рук. Но все-таки большинство позиций из запаса я покупала именно с Тренд Йолл. Например, вот эти вот крема для рук. По-моему, их было 8. Они от Avon. Какие-то я подарила. Что-то я пользуюсь. Один закончился. И, в общем, вот так вот. Два крема от NutraGen. Я купила их по цене одного. Также некоторые вещи с темы. Например, вот эта вот расческа. Я ее купила. В принципе, она мне нужна. Но сейчас у меня в использовании есть 4 расчески. Поэтому эту я оставила. И вот эта миниатюрная. Она от Minisop. Наподобие я заказала с темы. А эти два у меня пока что лежат на запасе. Мы с подругой не виделись уже, наверное, где-то 8 месяцев. Это, конечно, ужас какой-то. Вот эти скрабы я заказывала для нее. И до сих пор я не смогла ей передать. Каждый раз все планируем увидеться. И каждый раз откладывается. Но вот они у меня лежат в запасе. Их я не использую. Я заказывала сразу 3 скраба. Один у меня в использовании клубничный. А вот эти два я оставила для подруги. Здесь же у меня также баночка от крема Seven Days. Но в последнее время я пользуюсь только Биодермой. Но я вам ее в Инстаграме показывала. Очень мне нравится текстура. Это просто осталось. Я тут перебираю свои запасы. Посмотрите, с каким выражением лица на все это смотрит Twix. После того, как я принимала курс Ракутана, у меня до сих пор сохнут губы. И я уже реально замучилась покупать бальзамы для губ. И я вот с тему заказала себе сетом. Взяла 3 сета. Один сет у меня в использовании. А вот эти два в запасе. Уже, кстати, успела кое-что отсюда подарить. Они очень круто пахнут и классно увлажняют губы. Было просто куча положительных отзывов. Я решила тоже заказать. А это как раз таки тот сет, который у меня в использовании. Он у меня лежит в комоде. Вообще, я обычно пользуюсь косметикой, которая у меня в корзине. Которой я пользуюсь каждый день. А все остальное здесь лежит в запасе. Вообще, время от времени надо перебирать эту косметику тоже. А то я совсем забыла, что у меня есть такие продукты, как однушка теней. От Катрис вот эти вот тени я покупала очень давно. Наверное, лет 5 назад. Или, возможно, 4 года назад. Когда я их покупала, я снимала для вас влог. Но, несмотря на это, я вообще не обращаю внимания на сроки годности сухих текстур. С удовольствием пользуюсь, так как их текстура и вообще состав не меняется. Дальше у нас здесь первый сет бальзамов для губ, который я заказывала еще с Тренд Йол. Я еще тогда просто не знала про существование такого маркетплейса, как Тему. Ну или Тему. А это мой первый сет бальзамов, который я заказала и который мне очень понравился. И потом я решила опять заказывать. Когда я его заказала, у меня в использовании был бальзам для губ. А потом я среди этих выбрала кокосовый. Он очень вкусный и сладко пахнет. И вот где-то месяц каждый день я использую этот бальзам. И вот столько у меня осталось. Я его выкрутила прям до конца. Короче, смысл в чем? Я пользуюсь только одним бальзамом. Все остальное оставляю на запас, чтобы все они не были в полуоткрытом состоянии. Именно сейчас у меня в использовании только два бальзама. А мы с вами двигаемся дальше. Также с тем, а также на запас взяла себе огромный сет лезвий. Там просто съемные насадки. И, кстати, точно такие же синие стоили почти в два раза дешевле. Ну, типа маркетинговый ход для девушек. У меня осталось всего две тканевые маски. Хотя нет, по-моему, их тоже не осталось. Потому что недавно к нам в гости приходил мой друг детства уже со своей женой. И они не предупредили и пришли внезапно. Именно поэтому я не успела подготовить никакой подарок. Поэтому то, что вы видите сейчас на видео, половину я подарила ей. Она также, кстати, смотрит мой азербайджанский канал. Это так приятно. Я просто поняла, что умывалки в маленьких объемах я больше покупать никогда не буду. Девочки, это настолько удобно. У меня 500 мили. А сейчас у меня в использовании вот эта синяя, самая популярная. Как вы видите, осталось ее немного. Буквально на недельку. А так где-то полгода на постоянной основе. Ею я пользуюсь. Сейчас просто для разнообразия заказала себе La Roche-Posay. Там 400 мили. И тут мы с вами делаем небольшой перерыв. Чаепитие с кусочком дубайского шоколада. Я прям не ожидала, что мне настолько понравится. Очень вкусно. Также, девчонки, насчет тональных. Так как я каждый день делаю макияж, а иногда бывает два раза в день. Например, для мукбанков я делаю более плотный макияж. Если в этот день еще вечером я иду куда-то гулять, я все это дело смываю и заново наношу. Следовательно, тональные у меня заканчиваются очень быстро. И здесь нет ни одного тона, который старше двух лет. Даже нет. Самому старому здесь полтора года. А мы с вами идем дальше. Наши спонжики при покупке тонального Maybelline мне в подарок положили оригинальный спонж от L'Oreal. Но я его пока что не пользуюсь, потому что у меня в использовании есть. Два спонжика от Real Techniques и один, по-моему, от Greenway. А это китайские, типа маленькие спонжики для нанесения консилера. Чтобы все не пачкать, это просто у меня остается в запасе. Давно хотела что-то попробовать от Mixit, и подружка мне подарила гель для душа. На скидке был шампунь от Seven Days. Я его купила, и он у меня до сих пор лежит невскрытый, уже, наверное, полгода. Моя просто самая любимая атрибутика для ноготочков это пилочка, баф и масло для кутикулы. Кстати, бафом раньше не пользовалась, а оказывается, очень зря крутая штука. Пробники, которые я стараюсь добить до конца за какую-то покупку нам клали. Набор карандашей для губ с тему. Мне кажется, если взять всех людей, которые хоть раз что-то заказывали с этого маркетплейса, обязательно каждая девушка заказывала себе вот такой набор. У девчонок-блогеров, смотрю, все назаказывали себе. Запасное защитное стекло для моего телефона. Сразу заказываю несколько штук. Потому что в городе оно стоит где-то в 5 раз дороже, нежели заказывать, например, с Шейн или с любого другого маркетплейса. Так что я уже хочу поменять телефон, а у меня до сих пор лежит стекло. Ну и также чехлы для телефона, поэтому, скорее всего, 16-й Pro Max я покупать не буду. Ну и в прошлый раз, девочки, когда я продала свой 11-й iPhone, все свои чехлы я подарила своей подписчице. Я просто в Инстаграме, в истории выложила все свои чехлы и попросила написать кого-то, кто живет недалеко от меня и у кого 11-й iPhone. Все, что было в хорошем состоянии, запаковала и передала. Не помню конкретно, сколько там штук было, по-моему, где-то 10. В общем, суть в чем заключается, что именно я хотела донести до вас. Некоторые просто, например, мне пишут, зачем столько, да ты не успеешь поносить, а как же экология и все дела. Просто так вещи в хорошем состоянии я никогда не выбрасываю. У меня в шкафу есть вещи, которым 10 лет и которые я с удовольствием до сих пор ношу. Я, по-моему, этот влог вам не переводила, но вот эти сумки, которые 3 года назад я покупала из Миннесу, они мне уже не нравятся. Я все эти сумки и одежду собрала и отдала. Девочка живет в деревне и, кстати, была просто в восторге от всего, что я ей подарила. Так что за меня не переживайте, все под контролем. После того, как я вам все показала, я сняла короткий ролик, я все складываю обратно на места. Я вам уже все уши прожужжала, но вот эти шампуни я, кстати, заказала себе еще, еще один сет от Клэр. Вот такой вот я хомячок. Бабушка всегда угорала с меня. Она всегда говорила, откуда у тебя такой характер, ладно, в 90-е, когда реально в магазинах ничего не было, люди скупали очень много, чтобы было. А смысл сейчас закупаться и все это оставлять? Не знаю. Смысл в том, что мне это все нравится, мне удобно. Например, резко я понимаю, что закончилась зубная паста и мне не надо бежать в супермаркет. Или, например, я мою голову и понимаю, что это последний шампунь, то и шампуня больше нет, а в магазине, например, он сейчас не на скидке. Или, например, есть такая тенденция, те товары, которые мне нравятся, как всегда снимают с продажи. Поэтому я всегда закупаю все на запас. Короче, я порядок сделала, все разложила, теперь мы с вами переходим к самому интересному, к коррекции моих ноготочков. Если вы подписаны, мой инстаграм наверняка уже видели, да и вообще в предыдущем влоге я уже показала ногти, которые получились. По идее, этот влог должен был выйти раньше, чем тот. Признаться честно, мой любимый контент на моем канале это именно коррекция ноготочков. С этими ногтями я проходила 23 или 24 дня, и у меня они немножко отросли, и мне очень хочется сделать коррекцию. Хотя все держится просто идеально, ничего не отвалилось, и в принципе еще где-то дней 10 спокойно можно ходить с этим покрытием. Но вы же знаете, у меня руки чешутся, поэтому хотелось все это переделать. Бантик поликелем был прикреплен просто намертво, поэтому мне пришлось его просто спилить. Кусачками я даже пытаться не стала, потому что могла бы травмировать свою ногтевую пластину, поэтому я решила просто спилить как гель-лак. На высоких оборотах, буквально 3-4 минуты, и все под ноль. И тут на середине процесса я обнаружила, что телефон у меня выключился, потому что закончилась зарядка. А со шнуром зарядки очень неудобно снимать, поэтому я решила сделать себе небольшой гранатовый перерыв. Очень надеюсь, что в таком состоянии ноготочки не станут красными. Я вообще очень люблю гранат, и предлагаю маме каждый год посадить у нас в огороде в деревне тоже гранат, какой-то хороший сорт, потому что я просто могу килограммами кушать. Для вас прошла буквально 1 секунда, для меня где-то минут 15, и мы с вами продолжаем. Кстати, телефон у меня заряжается просто за скоростью света. Я еще абсолютно не определилась с дизайном, что именно я буду делать вообще каждый раз так. Так я лазю в Пинтересте, думаю, что же сделать с ноготочками, а потом понимаю, что ничего мне не нравится. Единственное, что я знала прям на 100%, что я хочу затестить сетки лаков, которые я покупала и показывала вам в прошлом видео. Ну и естественно, обязательно нужно попробовать втерку. Теперь мы с вами переходим к маникюру. Пушером я отодвигаю кутикулу и кусачками делаю маникюр. Однажды в салоне мне срезали кутикулу таким алмазным шариком, это было настолько больно. Вообще очень сложно найти салон, где реально буду делать не больно. Вот прошлый мастер, к которому я ходила, она делала безупречно. Но очень странная особенность. В общем, я ходила-ходила к ней, потом я делала рекламу другому мастеру. Но понятное дело, это моя работа, и я зарабатываю на этом. И она просто взяла, отписалась от меня из всех соцсетей. Сразу после того, как увидела у меня на странице рекламу другого мастера. Хотя в интеграции я не говорю, что я постоянно хожу к этому мастеру. Или в рекламе не было ни слова про предыдущего. То есть я так и не поняла, почему она обиделась. Она говорила, что смотрит меня и в ютубе, и в инстаграме, и всегда я делала за свои деньги. Почему обижаться? Почему некоторые люди считают, что я должна платить за процедуру, и еще плюс каждый раз отмечать человека. В общем, я реально не поняла, на что именно она обиделась, и почему она отписалась. Мне как-то теперь даже неудобно ей писать, что я хочу к ней на процедуру. Делала она действительно очень хорошо свою работу. Мне не было больно, я не чувствовала никакого дискомфорта. А 99% салонов работают очень грубо. Ну или я сверхчувствительная. Особенно те мастера, которые делают на скорость, они делают очень грубо, и я суперчувствительная в этом плане. Мне постоянно больно, дискомфортно, неприятно. Короче, вот такая вот история. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение. У меня еще был такой случай. Я каждый раз рекламировала одну и ту же доставку суш. За это получала деньги. И один раз для видео я заказала другой сет из другой доставки. И, в общем, сняла видео. И потом в следующий раз опять сделала рекламу. И в рекламе сказала, что каждый раз заказываю суши только у этой доставки. И, в общем, предыдущая доставка предъявила мне, типа, вы же врете, вы же до этого еще заказывали у нас. Да, один раз я заказала у вас, но так на постоянной основе заказываю одну и ту же доставку. В общем, некоторые люди реально не понимают, что это наша работа, и мы на этом зарабатываем. Или еще меня раздражает окружение, люди, которые со мной вместе учились, или с которыми я общалась, когда училась в школе, и начинают просить прорекламировать что-то абсолютно бесплатное или за бартер. Особенно, когда у меня появился азербайджанский канал. Мои бывшие коллеги, которые 10 лет тому назад со мной где-то там работали, начинают просить просто так что-то выложить, репостнуть и так далее. Я, конечно, понимаю, что здесь нет ничего сложного, чтобы репостнуть какое-то видео. Но если просто блогер будет это все делать за просто так, кто будет за эти услуги вообще платить? Собрать аудиторию не так уж и легко. Когда я начала вести свой азербайджанский канал, я начала очень много вещей за свой счет заказывать с Trendyol. И каждый месяц я тратила около 500 долларов только на Trendyol, чтобы заказать очень много вещей, оставлять ссылки, снимать видео и набирать аудиторию. Или ты каждый раз покупаешь какие-то новые продукты, чупа-чупсы, какие-то киндер-сюрпризы, чтобы их распаковать. Вы думаете, они мне настолько нужны? Я просто стараюсь делать контент, возможно, не супер такой интересный, но в любом случае. В общем, человек, тратя свое время, деньги, набирает свою эту аудиторию, а потом должен делать бесплатно. Ну, короче, сейчас многие могут меня не понять и как бы осудить, может быть, просто, возможно, вы никогда не работали в подобной сфере и поэтому. Ну, короче, не буду продолжать эту тему, дабы не показаться супер токсичной. Вот эти вот 9 оттенков гей-лака я заказала с темой, мне они очень нравятся в нанесении, в один слой наносятся просто идеально. Ну, там буквально пару оттенков нужно наносить в два слоя, а все остальное из первого слоя смотрится нормально. И, в общем, я сомневалась между двумя оттенками, потом посоветовалась в Инстаграме, какой цвет стоит сделать вот такой розовенький или бледный. Я вообще очень люблю бледные оттенки, и все мои подписчики тоже проголосовали за этот цвет, поэтому делаем сегодня его. Кстати, у этих гей-лаков очень маленький объем, но при всем при этом. Так как я делаю чисто себе, цвета у меня никогда в жизни не заканчиваются, даже если я очень часто пользуюсь одними и тем же цветом. Обычно один-два раза и все, все лежит, поэтому маленький объем только мне на руку. Почему у меня медленно отрастают ноготочки, я пушером отодвигаю кутикулу. Прям стараюсь, насколько возможно, глубже отодвинуть. И вот покрытие стараюсь красить прям так, чтобы было максимально близко к кутикуле. То есть я стараюсь не оставлять эту ступеньку, чтобы получить идеальное покрытие, чтобы долго ходить без отросших. Ну, очень красивый цвет. Я уже, кстати, недельку хожу с этими ноготочками. Это просто видео я озвучиваю немножко позже, и я просто в восторге от этого цвета. Он совершенно мне не надоедает, это настолько нежно, красиво и утонченно смотрится. Я знаю, что большинство моей аудитории оставило просто бы так, не стало бы ничего клеить сверху. Просто однотонные красивые ноготочки, минимализм и все дела. Признаюсь вам честно, мне просто скучно, когда один цвет, долго я ходить не могу, поэтому я решила приклеить опять же вот эти вот штуки. Я уже поняла всю схему, поняла, что их надо клеить на полигель. В таком случае они вообще не отваливаются, держатся просто идеально. Кстати, первый раз, когда я клеила бантики, я так боялась, что они будут везде цепляться. А вот сейчас уже после того, как я проносила их, я поняла, что ничего подобного, все нормально, все терпимо. Девочки, мне настолько понравился цвет. Я, конечно, понимаю, что втирку я должна затестить в этом видео, но мне настолько нравится этот нежный цвет, что я не хочу делать ничего. Но все-таки на один ноготочек я решила нанести немного втирки и посмотреть, как это все дело работает. Кстати, очень выгодно получается здесь 6 разных цветов втирок и стоит всего 1,5 доллара. Сейчас начнется хейт, но все же скажу, вот мне интересно, почему некоторые мастера покупают супердорогие гейлаки, если есть куча альтернатив, хорошего качества и стоят копейки. Это я сейчас не про боку, потому что у нас я нигде в салоне не видела дорогих гейлаков. Возможно, я просто не была в таких салонах, которые просто по пальцам можно пересчитать, в которых действительно очень дорогие гейлаки. Но так в основном все работают плюс-минусно в таких вот средствах. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает, кто работает в этой сфере, возможно, состав там другой или какие плюшки. Ну а так некоторые меня спрашивали, если бы ты не была бы блогером, кем бы ты хотела стать или, возможно, в какой сфере бы ты работала. Вот, например, ногтевой сервис мне очень нравится. Я просто с удовольствием делаю сама себе ноготочки, да и вообще считаю, что это круто, что ты работаешь на себя и ни от кого не зависишь. Захотела, записала себе клиента. Не захотела, пошла там выпить кофе при хорошей погоде, не знаю, в какой-то кофейне. Если бы я не была бы блогером, я бы однозначно не работала с 9 до 6, потому что мне кажется, это очень сложно. Точнее, наверное, не мне кажется, а я работала в таком ритме и я поняла, что это не мое. Проще просто взять два клиента в день и заработать столько же, чем, например, 10 часов на работе. Стирки, кстати, мне оказалось недостаточно, поэтому я решила еще сверху добавить слайдеры. У меня не было слайдеров, которые сочетаются под такую нежнятину в ногтях, которые у меня сейчас. Вот некоторые пишут, зачем тебе столько слайдеров, ты же делаешь только себе. Вот попробуй подобрать под гейлак и под настроение, которое у тебя сегодня, а именно те слайдеры, которые ты хочешь. Вот такой вот результат у меня получился. Как вам? Пишите в комментариях. Я, кстати, еще один себе сет заказала и решила, что все, больше заказывать кейлаки не буду. Этот сет состоит, по-моему, из 8 разных цветов и самое главное, там есть синий. Очень давно хотела себе ярко-ярко-синий, какой-то красивый такой насыщенный цвет. Я вообще не особо люблю нюдовые ноготочки или классику. Мне нравится, когда все это бросается в глаза. Как говорят блогеры в простонародье, колхозные ноготочки мне очень по душе. И также экстремальная длина тоже мне очень нравится, просто мне неудобно ходить супер длинными ногтями. Я не знаю, как люди ходят и как они вообще выполняют свои жизненные функции с длинными супер максимально ногтями. Так что вот так, результат у нас уже готов. Я вам хочу показать и правую руку. Вот это у меня правая рука. Делала я ее левой рукой. Но несмотря на это, посмотрите, как аккуратно, красиво и, кстати, быстрее. Я всегда правую руку делаю намного быстрее, нежели левую, потому что левую я еще параллельно вам снимаю. Казалось бы, какая разница, снимаешь ты или нет. Но поверьте мне, на это уходит также очень много времени. Поэтому правую руку я делаю за кадром и, следовательно, намного быстрее. Не помню конкретно, сколько времени я потратила, но я всегда делаю в течение одного дня. По-моему, где-то 4 часа. Параллельно я смотрю какую-то передачу, а в частности, в этот день я смотрела разборки в Голливуде. Ситуацию с Бионицей, Пап Дэйти. Как там пострадал Джастин Бибер, не знаю, насколько это правда или нет. Я думаю, глубоко потихоньку будет раскатываться. А вам хочу сказать огромное спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Буду очень признательна, если ты подпишешься. Я заметила, что в видео, когда я не прошу вас подписаться, реально никто не подписывается. Надо в обязательном порядке в каждом видео умолять вас, что, пожалуйста, подпишитесь. После того, как я закончила ноготочки, обязательно все протираю и кладу по местам. Сделала себе чаечек и опять гранат мой любимый. Сейчас буду попивать чаечек и монтировать это видео. А вам спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok